Ваш мужчина ушел от вас? Какого мужчину не стоит возвращать? И как начать жить дальше? Ответ подскажут старый гвоздь и стакан воды. Как знают мои эксперты. Психолог Наталья Холоденко и экстрасенс Алена Курилова. Встречайте. Огромное количество женщин пишут нам. Любимый мужчина и любящий когда-то ушел, оставив их. Они просто не знают, что делать с этим дальше. Каждый из них хочет по-своему решить эту проблему. Я уверена, Алена, что и к тебе обращаются многие женщины в такой ситуации. И скрывать не буду. Очень часто женщина сразу же пытается какими-то приворотами. Это нельзя делать ни в коем случае. Приворот – это огромный грех, за который пойдет какая-то расплата. Это может навредить вашей жизни, вашим детям и вашему дальнейшему женскому счастью. Но возникает вопрос, что делать? Поэтому я вам расскажу, каким образом можно помочь именно себе убрать боль и улучшить свою жизнь. Еще сегодня мы поговорим о том, по каким признакам понять, что в отношениях по-настоящему пора поставить точку. Не потратить на это годы, нервы. Хочу рассказать одну историю очень интересную. Из моей практики. Обращается ко мне женщина, ну достаточно агрессивно так настроена, криком кричит. Она его увела. Он под приворотом. Снимите по фотографии приворот. Я говорю, вы знаете, это очень сложные вещи. И не хочет ли ваш муж ко мне вот прийти самостоятельно? Приходит ко мне нормальный, адекватный мужчина. Я смотрю на него, осознаю, это его волеизъявление уйти из этой семьи. Вздыхаю, говорю, а нет на вас никакого приворота? А он, так я знаю. Приворот, знаете, это, говорит, чистое постельное белье. Это такой приворот. Говорит, приворот, это улыбка сегодня вечером. Люди списывают на магию то, что они не делали в этой жизни. А еще, вы видите, у нас есть место свободное для того, чтобы встретить гостю, которая к нам присоединится. А прямо сейчас я бы хотела зачитать письмо от нашей зрительницы, которое касается как раз вот этого вопроса. Стоит ли ждать возвращения бывшего? Отношения с мужем были идеальными. Он заботился обо мне и о нашей дочери. Его измена была для меня шоком. Но я решила закрыть на это глаза, потому что его люблю. Правда, прожили мы вместе после этого всего две недели. Он просто собрался и ушел жить к той женщине, с которой мне изменил. Я умоляла его остаться, а он ответил, что любит другую. Я не женственная и больше ему неинтересна. Два года как в тумане живу. Все ожидаю его возвращения, несмотря на ту боль, которую он мне причинил. Я не отвечаю на ухаживание других мужчин, так как надеюсь, что он образумится. Но все же иногда закрадывается мысль. А вдруг мои ожидания напрасны? Что делать? Помогите. Ты знаешь, Надя, вот вся трагедия этого вопроса состоит в том, что женщина так увлекается этим ожиданием. Ей кажется, что два года это не показатель в жизни. Такое бывает, когда мужчина возвращается спустя пять, спустя десять лет. Была ли это такая уж сильная потребность вернуться? Если пять или десять лет, он прекрасно без нее обходился. Если мужчина возвращается к женщине спустя длительное время, он уже возвращается не к женщине, а к уборщице, к прачке. Год – это достаточное время, чтобы разобраться в своих чувствах. Какие есть признаки того, что не стоит ждать возвращения мужчины? Первое – это если нет эмоциональной близости. Ну, то есть вот нет у него желания позвонить. Знаете, мужчина ушел, но все-таки как-то вот вы чувствуете, что ему неспокойно, что он про вас переживает. Распомнила фильм «Ирония судьбы». Ну, все. Ну, что вы делаете? Я ухожу. Вы же ищите предлог, чтобы остаться. Да, ищу, но не нахожу. А я не могу найти предлог, чтобы вас задержать. Когда он говорит, вы же не хотите уходить? Нет, не хочу. Ну, так не уходите, да? То есть когда он ищет повод чем-то помочь, о чем-то спросить. Вот когда это присутствует, скорее всего, он действительно еще в состоянии принятия решения. Если он как ушел, так о нем ни слуху, ни духу нет, никогда не позвонит. Ему, наоборот, нужно напоминать про какие-то дела, которые касаются ребенка. То это первый признак того, что он не вернется. Второй признак – это ложь. Когда вы неоднократно замечаете, что он находит какие-то причины вот с вами не встречаться, не общаться, это точно признак того, что он не вернется. И третий признак – это измена. Когда он находится уже в отношениях, в которых существуют сексуальные отношения, в которых, возможно, появились дети, и он не интересуется тем, а есть ли у вас личная жизнь. Бывает такое, когда знакомые говорят, ты знаешь, вот встретила твоего бывшего, и он спрашивал, ну как там у тебя, живешь ли ты с кем-то. Когда нет вот этого интереса, чисто как мужчины к женщине, тогда не стоит тратить годы жизни на ожидания мужчины. Он не вернется. Именно в этом случае я бы посоветовала ситуацию отпустить. Но как это сделать? Существуют древние хорошие обряды. Этой женщине нужно испечь собственноручные пирожки. Тесто может быть самое обычное. А начинка у нас волшебная. Двух видов. Обязательно с капустой и обязательно с яблоками. После того, как вы их испекли, на следующее утро взяли, разложили вы пакеты, и по два пирожочка должны получить четыре женщины в один день. Первая женщина незамужняя. Так. Вторая женщина – это замужняя, но бездетная. Третья женщина – это вдова. А четвертая женщина – это вы, разведенная. Пироги – символ достатка и счастья и тепла, благополучия вашего дома. С капустой, чтобы не было пусто, а с яблоком, чтобы нарождалась новая любовь. Сделайте такой обряд и каждой женщине искренне пожелайте удачи в личной жизни. Желая добра женщинам, вы тем самым надеетесь на взаимный возврат себе. Вот увидите, ваше желание очень скоро исполнится, вы встретите нового человека, это будет новый этап в вашей жизни. Та ступенька, на которую вы просто вспорхнете и не захотите делать шаг назад никогда. А если у вас есть вопросы к нашим экспертам или вы хотите поделиться своими историями, пишите нам по адресу Мы должны сосредоточиться на том, что делать дальше с женщинам, которые завязли в прошлых отношениях. Первая рекомендация – это избавиться от вещей, которые как-либо связывают. И также не посещать те места, где вы были вместе. Потому что каждый раз, когда мы заходим на его соцсети, когда мы берем его вещи, когда мы смотрим на что-то, что нас объединяет, и это будет ранить и ранить бесконечно. Поэтому очень важно поставить точку. Я напоминаю, что информационный спонсор показа – журнал «Добрые советы». Подобная проблема в жизни у Екатерины, которая уже приняла решение, что она не будет ждать возвращения мужчины, с которым рассталась. Но она просто не знает, как начать новую жизнь. Как избавиться от страданий. Давайте послушаем ее. Встречайте. Здравствуйте. Катя, здравствуйте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте начнем с того, как долго вы не можете забыть мужчину, с которым встречались, и начать новую жизнь. Я не могу его забыть уже больше шести лет. Расскажите поподробнее вашу историю. Познакомились мы семь лет назад. Так. Полюбили друг друга. Хотя это был мужчина не моей мечты, но все равно было очень сильное притяжение у меня к нему, ну и у него ко мне. Любовь зла, полюбишь и козла? Ну, типа того получается. Катя, вы говорите, что этот мужчина не был вашим идеалом. Что же было такого особенного в нем? Из-за чего вы так к нему привязались? Мне нравилась самоуверенность его. Разница в возрасте. Он младше вас? На 6-7 лет? Ну, чуть больше. Это стимулировало меня больше уделять внимание своей внешности, заниматься спортом. Интересы совпадали во многом. Было комфортно с этим человеком. Мы постречались в нормальных отношениях около года. И вот в один непрекрасный вечер он мне позвонил и сказал, неожиданно для меня, я тебя больше не люблю. Я спросила, что, как, почему, должно быть какое-то объяснение, правильно? Да. Он говорит, нет, просто разлюбил. А что-то предшествовало, какие-то ссоры? Нет. То есть все по-вашему было хорошо, вроде бы все гладко, да? Ну да. Я, естественно, сильно расстроилась, очень сильно переживала. На следующий день он позвонил. Я подумала, что он сейчас скажет, что это была шутка, розыгрыш. Забудь. Но этого не последовало. Спросил, как ты? Я говорю, в смысле? Ну, как ты после того, как я тебе это сказала? Я говорю, а как ты думаешь? Садист какой-то. Ну, не знаю. Решил поинтересоваться, как ты себя чувствуешь. Чем ты занимаешься? Я говорю, сейчас с подружкой гуляю. Он говорит, ну ладно, не буду вам мешать, развлекайтесь. Развлекайтесь. Прошло где-то около двух месяцев. Это было очень страшное время для меня. Я, несмотря на мою сильную занятость, все равно я только и жила мыслями о нем и постоянной нехваткой, общением с ним. Было чувство, как руку отрезали, да, наверное? Ну, вообще я не жила мучения. И ночью, и во снах, и бессонница. Мне как кислорода не хватало его все время. Я не могла ни на кого смотреть, но ничего не радовало. Вы говорите, что не могли о нем забыть, несмотря на свою занятость. А чем вы занимались и занимаетесь сейчас? Какие у вас есть увлечения? Я хожу на работу, работаю медсестрой. Что остается время, это очень редко, встречаюсь с друзьями. Спорт, развлечения? Да, обязательно. Как бы спорт я не бросила. Также поддерживаю себя. Ну, дают предпочтение йоги, колонетики и пилатес. Мне очень нравится. Более спокойные виды. Все равно, несмотря на то, что у меня, в принципе, весь день загружен, не остается времени на себя, бывает, все равно я успеваю о нем подумать, и не раз. Вы вся прекрасная, хороши собой, умная, рассудительная. Все есть, и вдруг такую женщину оставляет мужчина. Что было дальше? Потом, через два месяца, он позвонил и сказал, что хочу встретиться. Я сразу же согласилась, но эта встреча уже была не той. Для меня это было все, а для него это было так. Так, пришел убедиться, что вы по-прежнему страдаете. Возможно, по-прежнему люблю его. И вот с тех пор, года четыре, после того времени, да, у нас были встречи, основанные на его желании. То есть, когда он хотел. А он с кем-то жил? Нет, он ни с кем не жил. А зачем он встречался? Это романтические встречи. У вас там были какие-то отношения? Или он просто с вами, как с другом, беседовал? Нет, дружбы у нас нет. У нас было очень сильное притяжение. Секс происходил? Ну, там еще, может, сыграло роль отношение его мамы ко мне, хотя я никогда не видела. Но с его слов она была очень против. Он что, с мамой живет? Нет. Ну, она была очень против. Может, из-за того, что у нас разница в возрасте была. Но он даже не знал этой разницы. Интересовался, но я так никогда ему не отвечала. Но он изначально, когда знакомился, то мы же не по возрасту подбирали. И вот мама тоже сыграла, я же говорю, роль. Он рассказывал, что она водила его к гадалке, и гадалка сказала, что я его не люблю. То есть вы сейчас пытаетесь его оправдать. Вы пришли к нам. Вы хотите избавиться от вот этих страданий, в которых вы живете, и начать новую жизнь? Или вы хотите, чтобы этот человек к вам вернулся? Я уже много ставила точек жирных неоднократно. Он мне звонил два года назад. Я даже вместо его имени в телефоне прописала не отвечать. И когда он звонил, это срабатывало. Хороший метод, кстати. Все-таки меня останавливало. Но один раз я подняла через год. Просто поговорила холодно. И он потом названивал. Я просто прощупывал почву, наверное. Как я готова, не готова опять принимать. Я не брала. И вот недавно опять отступила. Мне что-то накатило. Так захотелось услышать хотя бы голос. Лучше бы я не слышала. Он начал рассказывать мне про взаимоотношения с другими женщинами. Как это происходило. Я говорю, зачем ты мне это расскажешь? А он хихикает. Ему это как бы что? Получается, что этот мужчина фактически внушил вам, что вы особенная своим отношениям, словами, общими интересами. Но на пике ваших отношений, когда вы действительно его любили, просто ушел, оставил вас ни с чем. И вы, естественно, скучали по нему. И, возможно, не столько по мужчине, сколько по этому ощущению. Потому как чувствовали себя рядом с ним. Но я уверена, что наши эксперты сегодня помогут вам его отпустить и начать жить по-новому. Катенька, я вынуждена вам сказать диагноз этой ситуации. Он тиран, а вы жертва. И то, что между вами происходило, называется эмоциональная зависимость. Она такая же сильная, как зависимость от алкоголя, от наркотиков. Такое, как правило, происходит, когда очень яркий секс. А во-вторых, когда женщина не совсем в себе уверена. Ей кажется, что какой бы он там ни был, но он же меня любит. А вдруг вообще никого не будет? Мне неприятно. Смотрите, если мне неприятно обжигать руку огнем, я над грелкой ее держать не буду. Потом через год думаю, а вдруг огонь уже не так больно меня обожжет? Еще раз попробую. Еще раз, понимаете? То есть тут нет какого-то инстинкта самосохранения. Вот в той истории, которую вы рассказываете. В этом страшно признаться. Как это я сама себе делаю хуже? Я хочу сказать, к вам идут мужчины. Они вам улыбаются. Они оказывают вам знаки внимания. Вот вы энергетически сейчас, знаете ли, как маятник. Который вроде бы готов приблизиться, а потом только ощущение стоп, нет. И постоянно качаетесь, возвращаясь к своему прошлому. Опять к боли, понимаете? В психологии есть метод работы, который помогает освободиться от вот этой обиды, боли и поставить точку в отношениях. Эта техника называется метод пустого стула. Когда вы напротив себя ставите стул, и в такой спокойной обстановке, когда вы себя чувствуете эмоционально свободной, вас никто не стесняет, вы представляете на этом стуле этого человека, который вам доставил беспокойство и боль, и говорите ему все. И про люблю, и про ненавижу, и про все вместе. И вот все, что вы хотели бы в реальной жизни сказать, но не решаетесь. Задача этой методики – освободиться от тех чувств, которые уже стоят постоянно в горле комом. А это реальные отношения, которые забрали кусок жизни, испортили нервную систему. Давайте будем честными, да? И пора восстанавливаться. Вот это нужно делать несколько дней, пока вы не почувствуете облегчение, что у вас, скажем так, имя этого человека, его образ, он больше не будоражит. Это правда очень сильная методика. Я вам предлагаю прямо сейчас, если вы готовы, разобраться с тем, как действовать дальше. Хотите? Конечно. Я сейчас задам вам несколько устно вопросов, на которые вы ответите. А наши зрители могут письменно отвечать для себя. Итак, первый вопрос. Как бы вы хотели, чтобы к вам относился мужчина? Ну, прежде всего, взаимность. Ну, чтобы я почувствовала, что он меня любит. Чтобы не было измен, забота была. Постоянно, ну, как-то интересовался. А что на самом деле происходит вот по этим пунктам, которые вы назвали? С этим молодым человеком заботы, как таковой, не было. Интересовался? Да, интересовался. Вот вы скажите, он когда о вас интересовался, он интересовался, чтобы о вас позаботиться или чтобы удовлетворить свое эго? Что вот есть женщина, которая любит меня 7 лет, что бы я ни делал. Конечно, интересовался, чтобы удовлетворить свое эго. То есть у вас он реально не заботился? Нет, не заботился. Смысл в чем, да? Это написать, как бы я хотела и что на самом деле происходит. Потому что одно из самых страшных переживаний в расставании – это переживание потери. Когда вы начинаете осознавать, что а вы-то ничего не теряете, у вас ничего и не было, вам становится легче. Потому что вы конкретно понимаете, что вот этого, например, заботы обо мне я никогда не получала. И не получу, так я ничего не теряю. Вот интереса ко мне я никогда не получала. Потому что интерес предполагает, опять-таки, интерес в том, чтобы и вам было хорошо, а не только ему. И тогда вы, как знаете, как начинаете отпускать по одному пунктику, понимая, что терять-то нечего. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как должен вести себя достойный мужчина, если решает уйти? Вот как вы считаете? Вот если он принял решение, я эту женщину не люблю. Как корректно можно поступить, заботясь о чувствах этой женщины? Причина какая-то должна быть весомая. Ага. Причины не было. Сказал, нет никакой причины. Просто разлюбил и все. А вот если бы вы просто разлюбили и все, вот как бы вы расставались? Ну, какие-то не нравились мне, допустим, отношения. Я говорила, что мне не нравится то-то и то-то. Если это не поменяется, то тогда мы расстанемся. То есть человек дает шанс. Как с вами поступил этот мужчина? Вообще на пустом месте. Он не дал вам шанса что-то менять. И третий вопрос. Каким вы видели раньше ваше совместное будущее и каким оно представляется вам сейчас? Вы верили в то, что он изменится, что что-то будет по-другому? Да. Вот я об этом спрашиваю. Конечно. В принципе, ну, видела. Вы видели, что какими будут отношениями? Совместную жизнь. Какой она должна была бы быть? Ну, другой, с заботой, с вниманием, с пониманием. А в реальности было как? А в реальности этого не было. И даже направления в этом не было. И не было намека на то, что так будет. И намека, да. Я хочу подрезюмировать. Вот пришел мужчина. Он, в принципе, вам не обещал белого платья и детей никогда. Он даже честный на самом-то деле в этом смысле. Но вы почему-то думаете, что это будет. Хотя об этом речи не было. Он ни по каким признакам не показывал, что он планирует меняться ради вас. Но вы натягиваете на него этот образ принца. То есть вы страдаете не за этим человеком, а за тем образом, который вы к нему дорисовали. И вот когда вы начнете это разделять, что это не он такой, это я его таким вижу, вы поймете, что вам терять-то нечего. Многие люди должны по этим принципам, по тем вопросам, которые я задала, проанализировать свои отношения. А вам кажется, что он настолько в чем-то идеален, что другие мужчины просто рядом с ним никоим образом не могут сравниться. Я так понимаю, что вы даже и не пробуете реальных отношений. Я перестала это пробовать, чтобы не огорчать других людей, не приносить боль. Зачем это? Я думаю, что Кате стоит дома повторить ответы на эти вопросы, написав это на бумаге. А потом, может быть, на следующее утро, еще через какое-то время, посмотреть, как это ожидание и реальность. Разница между тем, как вы себе это представляете, и между тем, что есть на самом деле. Катя, скажите, вот за время нашего разговора, вы сейчас уже делаете какие-то выводы? Вы что-то наблюдаете? Или вы так и остаетесь в том состоянии, в котором пришли? Вот только честно. Я понимаю, что я с ним не буду, не хочу, но я не могу от этого избавиться. Что я к другим не чувствую такое же притяжение. Это не чувство, а это зависимость. Я предлагаю действенный способ, который ни в коей мере не является ни темным, ни плохим. Давно проверенное народное средство под названием остуда. Вот если уже вы понимаете, что точка, человек недостоин, но отпустить не могу, а времени на это тратить не хочу. Для того, чтобы отпустить свои страдания, нужно сделать определенный обряд. На убыльную луну взять стакан воды. Ну, там, где вы ее пьете, из источника, чайник, либо кран, это гвоздь. Это гвоздь, который был забит и выдернут, не скажем, исполнивший свою работу. Так вот, то, что у вас находится в душе, в сердце, это забитый гвоздь. Обиды, боли, любви, которая так скребет. Можно его найти на дороге, можно его откуда-то вынять. Можно забить в доску и самостоятельно вынять. Берете этот гвоздик, берете ножнички или пинцет и над источником огня, достаточно даже газовой конфорки, его нагреваете 3-4 минуты, и он раскаляется до красноты. Хлоп, и гвоздик, и бросили в стакан. Сразу пшик такой получается, и моментально остывает. Бросая этот гвоздь, вы говорите, как этот гвоздь в стакане воды остыл, так и чувства мои поостыли навсегда. Эту воду вы спокойно выпиваете. Гвоздь берете левой рукой и выбрасываете в форточку. Захлопываете в форточку и идете спать. Все. В течение 9 дней вам станет намного легче. Ну, к 40-му дню, как правило, открываются глаза, и женщина начинает новый этап в своей жизни. Никто не говорит, что будет не больно или сразу станет легко. Это какая-то работа, которую вам стоит проделать, потому что я вижу перед собой очаровательную, красивую женщину со всеми возможными достоинствами, которая может стать настоящей радостью и любовью для достойного человека. Я бы вам советовала такую маленькую медитацию. Ну, скажем так, легкие советы от экстрасенса. В каждый день вы встаете утром и говорите. Вот три реальных чувства. Мои глаза видят солнышко. Оно яркое, теплое и светлое. Бабье лето, как прекрасно. Мои уши слышат шелест листвы. Моя кожа ощущает легкий, свежий ветерок. Мой затылок ощущает его взгляд. Он на меня смотрит пристально и заинтересованно. Кто ты, незнакомец? Посмотри на меня. Призывайте его взгляд. Чувствую прикосновение его руки. Вот его рука. Он ко мне дотрагивается. Мне тепло и приятно. Ты уже идешь ко мне? Но это другой человек. Зовите лучшего. Зовите, и он появится. И вы получите результат очень быстро. Лучшие люди в своем деле дали вам советы, которые вам нужно просто сделать. И я хочу, чтобы вы мне перед нашим расставанием сегодня пообещали, что это вы сделаете для себя. Для меня сделаете. Обещаю. Вы знаете, я не знаю, насколько магическими силами обладаю я, но я настолько прониклась в ваша история, и что я хочу сейчас вас попросить, чтобы мы прямо здесь кое-что сделали. Вы решили окончательно расстаться с этим человеком? Да, конечно. То есть вы готовы к тому, что он больше никогда не появится в вашей жизни? Вы готовы сделать то, что посоветовали Наташа и Алена? Да. Вы можете представить, что он просто не верит в то, что вы готовы это сделать, и поэтому продолжает вам названивать и портить жизнь? Тогда давайте сейчас он нас видит. Вы скажете ему, а свидетелем будут все мои гости, мои эксперты, я, вся страна, что вы прекращаете отношения с этим человеком. Попросите его, а я вас поддержу, больше никогда вам не звонить, ни по каким обстоятельствам, потому что у вас с этого дня, с этого момента начинается новая жизнь. Вы можете это сделать? Ну, постараюсь. Катя, мы сейчас это сделаем, вы сейчас это сделаете. Я говорю мы, потому что я верю в энергию хорошую того, что здесь происходит. Если вы меня поддерживаете, пожалуйста. Катя, мы можем сказать, как зовут этого человека? Саша. Саша, вы видите, как Катя страдает по-прежнему. Конечно, то, что я попрошу вас оставить эту замечательную женщину в покое и дать ей жить хорошо, это, наверное, не сработает. Вот, послушайте ее, посмотрите в ее глаза и сделайте хотя бы раз то, что она просит. Катенька, сейчас соберитесь. Саша, я обращаюсь сейчас к тебе. Пожалуйста, впредь с этого момента никогда не звони, не ищи со мной встречи. Я тебе не отвечу взаимностью, я не отвечу на твои звонки. Ты мне больше не нужен, не интересен, ты меня не достоин. Мне нужен другой человек, чистый, который ответит мне взаимностью. Я начинаю новую счастливую жизнь без тебя. Спасибо огромное. Я уже больше не знаю, что сказать. И, конечно, следуйте советам наших экспертов. Верьте своему сердцу. И в вашей жизни произойдет обязательно то, что будет для вас настоящим счастьем. Спасибо огромное. Вам тоже спасибо большое. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры подогнал «Симон»!